Дорогие друзья, к кровопролитному столкновению Красной Армии с японскими оккупантами на озере Хасан предшествовала целая череда дипломатических шагов, предпринятых западными державами, вставшими на путь умиротворения агрессора. Еще на рубеже 30-х годов прошлого века при молчаливом потворстве Великобритании и Франции японские милитаристы осуществили вторжение в Китай и полностью подчинили себе Манчжурию, приближившись к границам Советского Союза. Лелея планы оккупации северных территорий, то есть советского Дальнего Востока, японская военщина систематически устраивала провокации, стараясь выявить уязвимые места нашей обороны. Только в 1936-38 годах подобных инцидентов на границе было зафиксировано более 200. Захват нескольких сопок возле озера Хасан стал наиболее крупным из них и перерос в локальный военный конфликт. В течение двух недель, сдерживая натиск превосходящих сил противника, Красная Армия сумела вытеснить японских агрессоров с захваченной ими территорией и полностью отстоять государственный суверенитет. В результате этой победы и последовавшего через год поражения Квантунской армии на Халхинголе, Япония вынужденно отказалась от планов большой войны с Советским Союзом. Едва ли пограничники на озере Хасан задумывались о том, что от их мужества и стойкости отчасти зависела судьба столицы. Но именно уверенность в безопасности дальневосточных рубежей, подкрепленная своевременными донесениями советской внешней разведки, позволила Ставке осенью 1941 года перебросить к осажденной гитлеровцами Москве два десятка победоносных сибирских дивизий. Сохранение памяти о героических страницах истории Второй мировой войны на Дальнем Востоке было и остается приоритетом российского исторического общества. Не так давно, 8 сентября, в зале Президиума Дальневосточного отделения Российской Академии Наук проходил организованный под эгидой Российского исторического общества круглый стол, также посвященный 85-летию хасадских событий. Рассчитываю, что сегодняшняя конференция позволит продолжить обмен новыми наработками по данной теме, представить новые источники и извлечь из прошлого востребованные уроки. Желаю вам успехов и всего самого доброго! Субтитры создавал DimaTorzok